Откровение Мы рассеем общее заблуждение значения книги и отметим славное будущее обетований в нашей серии «Спасти откровение». Доброе утро, Woodland Hills! Вы выглядите чудесно! Хороший загар! Большое спасибо! Хочу начать с того, чтобы поблагодарить Ванессу за проповедь на прошлой неделе, и Ника Каннигемба за проповедь на позапрошлой неделе. Они были просто потрясающими, не так ли? Они великолепны. Мы действительно получаем огромное благословение от царственной молодежи, которые проявляют страст к царству и имеют дары для проповеди. Я для них немного являюсь наставником. И просто замечательно слышат их точку зрения. Мы действительно благодарны им за все. Это дало Шелли и мне, и нашей маленькой группе возможность для короткой поездки в Мексику и сбежать от этой нелепой зимы здесь. Ужас! Мы вернулись в пятницу вечером. Приехали из 30-ти градусной жары. Я все еще был одет в шорты и легкую футболку. Мы приехали на такси около 11 часов вечера. Нас ждал полуметровый сугроб снега перед гаражом. И мне пришлось тащить чемоданы по этому холоду в шортах, а в голове один вопрос. Ну почему мы тут живем? Почему? Предки виноваты. Ну, просто мысли вслух. Но в любом случае, я бы сказал, что приятно возвращаться. Приятно возвращаться сюда, в церковь. Но вот сюда, в окружающую среду, не очень. Но, Господи, это же однажды закончится. Я бы хотел напомнить о пункте выдачи продуктов и его необходимости. Для нас такое служение — настоящее благословение. Мне очень нравится тот факт, что это видение явно проявляет любовь Бога нуждающимся людям. И это становится все больше и больше реальностью. Потребности выросли на 30% за прошлый год. Частично потому, что люди узнают, что есть этот продуктовый пункт. Мы — единственный продуктовый пункт в нашем городе, где можно ожидать внутри, пока выдаются продукты и так далее. Так что это действительно привлекает. Это и есть царство. И нам нужно сделать шаг вперед и сделать все возможное, чтобы это осуществилось. Или пожертвовать продукты, или деньги, или стать добровольцем. В этом и есть царство. Также напоминаю, целый месяц у нас проходит акция «Дом». Это значит, что церковь по вечерам превращается в приют для бездомных. Мне это очень нравится. Приходят наши члены церкви и служат бездомным. Это огромное благословение. Друзья, это царство, и я очень рад, что такое происходит тут, в церкви. Итак, мы начинаем новую серию «Спасти откровение». Я очень рад этому и думаю, что для вас она будет весьма познавательной и очень-очень полезной. Эта серия сейчас абсолютно жизненно необходима. Проповедь сегодня называется «Видение красоты», потому что сегодня мы заложим основу для всей серии, показав, что книга «Откровение» говорит именно об этом. Но вначале мы просмотрим короткий видеоэпизод о конце этого мира с научной точки зрения. Итак, смотрим. Вселенная имеет невосполнимый источник, о котором мало людей задумываются. Он абсолютно невосполним. Когда он иссякнет, придет конец всему. Звезды, каждый мир — все исчезнет. Солнце, галактики и планеты — все попадут в черные дыры и испарятся в виде радиации. И вся Вселенная будет наполнена этой радиацией. После этого уже ничего не сможет произойти. Примерно через 5 миллиардов лет в Солнце закончится водород. Оно превратится в белого карлика, потом медленно будет удаляться в центр галактики, и там будет поглошено гигантской черной дырой, которая будет существовать 10 или 100 триллионов лет, а потом испарится. И постепенно эта испаряющаяся черная дыра превратится в фотоны, и ничего после этого уже не произойдет. И космос после этого будет всего лишь морем фотонов. И ничем больше. Максимальная энтропия, когда наш искусственный источник порядка будет весь израсходован. Вот так. Полное состояние равновесия. Максимальная энтропия, которая, по сути, есть не бытие. Вся энергия израсходована. Не будет ничего, кроме вечной темноты, вакуума и бездны, где больше ничего не произойдет. Никогда, никогда. Приятного вам дня. Увидимся на следующей неделе. Скажу вам, что я никогда не считал, что такой сценарий — это, по сути, единый сценарий научного общества. С чисто научной точки зрения такой сценарий должен произойти. Но я никогда не считал такой сценарий действительно удовлетворительным. Как на личностном уровне, так и на интеллектуальном. Они говорят, что вся материя во Вселенной, которая есть проявлением энергии, однажды, в самом начале, было сжато в такой суперсжатый шар энергии, который, по их расчетам, я слышал такое, был размером в 25 центов, другие говорят, что в 10 центов, а некоторые, что с булавочную головку. Вся энергия Вселенной, все те миллиарды и миллиарды звезд в галактиках, все они были сжаты до булавочной головки. А потом был взрыв. И если вы спросите, откуда взялась та булавочная головка, то ответ будет такой. Она ниоткуда не взялась. Она просто была. Всегда. Итак, существовала булавочная головка, потом взрыв. И тот взрыв был такой мощный, что создал всю энергию во Вселенной. И та энергия начала сжиматься, сформировала звезды и галактики и планеты. И в конечном счете, все во Вселенной до сих пор работает под воздействием того первоначального взрыва. Включая человечество. Наши надежды и мечты, наши стремления и мышления. Все это сводится к молекулам, которые отскакивают друг от друга, как бильярдные шары, под воздействием первоначального большого взрыва. И то, что я делаю прямо сейчас, разговаривая с вами, это использование силы большого взрыва. Все о нем. Но мне кажется, что некоторые вопросы остаются без ответа. Например, почему эта булавочная головка взорвалась? Всякая причина имеет следствие. Тот взрыв был следствием. Поэтому должна быть причина. Это основополагающее предположение в науке. Всякая причина имеет следствие. И всякое следствие имеет предварительную причину. Так что же привело к этому взрыву? Почему же она взорвалась? Почему она не взорвалась раньше, например, на целую вечность, если она всегда была? А почему взорвалась именно тогда? Что изменилось? Что-то ведь должно было измениться, потому что она не взорвалась раньше. На протяжении многих лет я имел возможность задать этот вопрос нескольким ученым-атеистам. И мне всегда отвечали. Этот вопрос не имеет смысла. Потому что время началось с большим взрывом. Раньше ничего не было. Оно началось со взрывом. Но мне кажется, это разумный вопрос. Потому что каждая причина имеет следствие. Взрыв – это следствие. Так что же изменилось? Почему он не произошел раньше? Это разумный вопрос. И когда вы говорите мне, что такой вопрос неразумен, то для меня это значит, что вы хотите сказать, я не имею ответа. Но это не полная теория. Чего-то тут не хватает. Я не против этой идеи большого взрыва. Так как если вы посмотрите на все эти галактики и звезды, то они все расходятся друг от друга. И чем дальше, тем быстрее они расширяются. И если вернуть время вспять, то все как бы возвращается к какому-то первоначальному взрыву. Так и будет. И у меня с этим нет проблем. Но это не полная теория. Чего-то не хватает. Нужно больше объяснений. И потом они предлагают такой конец. Второй закон термодинамики. Что все заканчивается, и вся пригодная энергия расходуется. И мы приходим к такому состоянию равновесия тепловой смерти, как абсолютно ничего. Навсегда. Это значит, что то, что мы называем существованием, есть не больше, чем икота. Икота между двумя морями вечного небытия. Первое море небытия, существовавшее в вечности, содержало в себе булавочную головку сверхсжатой материи, а второе море небытия даже этого не имеет. Итак, было небытие с булавочную головку, взрыв, появились мы, и потом небытие. Даже больше небытие, чем было раньше. Но тут нет последовательности. В этой истории чего-то не хватает. Одноразовая сделка, просто отрыжка. И вот мы здесь. И это всё, если подумать, очень угнетает. Что-то тут не то. Сердце с этим не соглашается. И к тому же это не даёт объяснения о нас. Мы, люди, такие существа, которые мыслят и имеют моральные убеждения, мы имеем намерение, цель, мы ищем смысл, но мы абсолютно не вписываемся в данный сценарий природы. Мы уроды, мы не вписываемся. Наше окружение полностью враждебно самой нашей природе, тому, что значит быть человеком. Потому что мы моральные существа, но живём в аморальной вселенной. Мы рациональные существа, но живём в нерациональной вселенной. И мы имеем цели, но живём в бесцельной вселенной. Итак, то, что мы есть, полностью противоречит реальности. И в конце концов, нужно задать вопрос. Каким образом природа посредством большого взрыва произвела таких существ, как мы, которые находятся в абсолютной дисгармонии с природой? Природа обычно так не поступает. У нас есть такие стремления, которые превышают то, что может дать природа. Как такое произошло? Каким образом природа естественным, эволюционным путём произвела существ, имеющих такие стремления, которые она не может удовлетворить, и которые полностью не вписываются в неё? С этим сценарием что-то не так. Корень этой проблемы в том, что вы не можете получить что-то из ничего. Вы не можете иметь ничего, а потом, бум, и есть всё. Нет, если есть что-то, значит, всегда было что-то. И очевидно, что есть что-то, потому что я с вами разговариваю. Поэтому должно быть что-то, что существовало всегда. И материя не подходящий кандидат для этого. В действительности, она вообще не подходит для этого, потому что всё, что нам известно о материи, которая есть просто проявлением энергии, это тот факт, что она заканчивается. И мы только что видели это на видео. Она заканчивается. Поэтому, по своей природе, она не вечна. Значит, что-то должно быть вечным. Но это не может быть физический космос или что-то физическое. И вот тут на сцену вступает Библия. И она говорит, и я вовсе не считаю, что эта история соперничает с наукой. Она просто заполняет неясные места. Библия говорит, что есть Бог, и что бытие и есть его природой. Он есть несотворённое существо, и этот Бог создал всё, что мы видим сейчас. Использовал ли он эту булавочную головку сверх сжатой материи или нет, я не знаю. Но он сотворил всё существующее, и он сотворил его с целью, и он сотворил его с рациональной структурой. И теперь мы понимаем, каким образом мы такие, какие есть! И почему мы такие есть! Потому что присоединиlanlines по образу Божьему, как говорит Библия. «Мы — моральные существа», потому что Он — моральное существо. Мы имеем цели и стремления, потому что Он имеет стремление. Мы разумные, потому что Он — разумное существо. Мы являемся маленькими примерами того, кем он есть в бесконечном масштабе Он сотворил этот мир с определенной целью и замыслом В противоположность той иррациональной икоте между двумя морями вечного небытия И Библия говорит нам, что то, что называется существованием, есть созданная Богом история любви И это самая захвативающая история любви из когда-либо рассказанных Он застал этот мир рациональным И вот почему мы можем постигать, и вот почему, возможно, наука Во всей этой природе есть рациональная структура Вы можете задавать природе вопросы, если изучите язык природы, это математика Вы можете задать природе вопросы и получать ответы Все это тяжело объяснить, если вы считаете все вокруг случайным столкновением молекул Это то, о чем сказал Эйнштейн до того, как стал верующим Он назвал это непостижимой постижимостью Вселенной Он не мог понять, как мы можем постичь Вселенную Потому что наш разум, который исследует природу, предполагает, что она имеет разум, подобный нашему И если вы считаете, что природа была создана разумным Богом, то вы можете понять ее Но если вы так не считаете, то она становится непостижимой Но все имеет смысл Писание, как и наука, говорит, что этому миру, который нам известен, придет конец В этом мы согласны Вопрос в том, как придет конец И будет ли в этом какой-то смысл? Писание говорит, да, в этом будет смысл Все придет к концу Но вместо такого завершения, где будет бесконечная пустота, небытие, темнота, абсолютное состояние равновесия, смерть из-за жары Вместо этой грустной истории, Библия говорит нам, что конец будет славный Потому что все падшее творение будет искуплено в усовершенствованное творение В то творение, которое Бог всегда хотел И вот там веселье и начнется В действительности, с библейской точки зрения, то, что мы называем существованием, не есть какой-то нерациональной икотой между двумя морями виртуального вечного небытия Скорее, это подготовка к настоящему Это испытательная, подготовительная стадия существования для того, что должно наступить И когда то настоящее придет, как Писание нам говорит, то оно будет невообразимо славным, невообразимо прекрасным Это видение полной и завершенной красоты И вот почему у нас есть сильные желания, которые этот мир не может удовлетворить Потому что мы сотворены для красоты Бога и жаждем ее Мы сотворены для Бога, чтобы иметь отношения с Богом, разделять красоту Бога И мы жаждем этого Пока мы не получим этого, всегда часть жизни будет пустой и неудовлетворенной Мы жаждем вечности и мы жаждем жизни с Богом И славный конец настанет тогда, когда такие отношения станут совершенными И они будут продолжаться вечно, всегда и навсегда И это будет прекрасно Итак, тут совершенно другой сценарий Библия рассказывает совершенно другую историю И наша серия будет о библейском взгляде на этот конец Как все это закончится? Вообще-то, так не совсем правильно Я только что солгал Потому что пять из семи недель мы будем изучать книгу Откровения О которой многие люди думают, что она о конце Они используют книгу Откровения как хрустальный шар В котором вы можете увидеть последние несколько лет мировой истории И как она закончится В течение этой серии мы увидим, что книга Откровения в первую очередь не об этом В ней, конечно, есть кое-что о славном конце Но при этом она не дает нам подробную информацию обо всем Но скорее мотивирует нас жить определенным образом И мы увидим в этой серии, что вся книга Откровения касается настоящего Она о настоящей реальности и о том, как быть верным Богу Поэтому, если в прошлом книгу Откровения вам преподали как модель хрустального шара А так было со мной Да и со многими тут И это наша история То я попрошу вас терпеливо выслушать Я понимаю вашу точку зрения Я ценю ее Но эта серия выступит против нее И я просто попрошу вас иметь восприимчивый ум и послушать Вы, может, и не согласитесь со мной И это нормально Знаете, я ведь не думаю, что все здесь соглашаются со мной во всем Вы, друзья, не правы во многом Но мы тут не для группового единомыслия Где все должны думать одинаково Но вы даже не будете знать, с чем не соглашаться Если вы не выслушаете, правильно? Поэтому послушайте, подумайте И посмотрите, куда все это нас приведет Вот что я заметил Создается впечатление, что каждую пару десятилетий В США и до некоторой степени в Европе Что-то происходит Некоторые назвали это апокалипсическая лихорадка Когда по неизвестным причинам Христиане и другие люди Стоят одержимыми концом света И каждый раз, когда это происходит Книга Откровения в центре внимания И люди начинают заглядывать в этот хрустальный шар Чтобы разобраться в деталях Есть люди, которые постоянно этим занимаются Зарабатывают деньги на этом И время от времени это охватывает целую культуру Каждое второе десятилетие Я пришел ко Христу в такой период Это было в середине 70-х В 1974 году Холлиндси как раз выпустил книгу «Конец великой планете Земля» Это был бестселлер И все ее читали И появилось множество страшных фильмов Как вор в ночи И пугающая песна Кита Грина Со словами «Жизнь наполнена пушками и войной Нас всех уничтожат Хочется, чтобы все были готовы» И людей пугали, чтобы они вошли в Царство Небесное И грядет Антихрист И вам бы лучше прийти ко Христу Иначе пропадете И типа того Мы множество раз заглядывали в тот хрустальный шар Я бы сказал, что если мы читали Библию То чаще всего читали книгу Откровения И мы во всем там разобрались Мы знали Мы знали Что Генри Киссинджер был Антихристом Мы могли это доказать И мы знали Что десятиглавый Звер в Откровении Это были десять глав Европейского Союза В середине 70-х И мы знали Что они имели компьютер, который назывался Звер И он должен был стать частью мирового правительства И штрих-код, который только появлялся Был частью мирового правительства Чтобы Антихрист вступил во владение Мы знали это, были уверены Что все закончится за год И для нас наступит вознесение То есть христиане будут подняты на небо А потом весь мир очень быстро развалится Но нас тут уже не будет Так что нас это не будет касаться И мы свидетельствовали людям Ты готов к вознесению? Ты готов к вознесению? Типа, лучше бы тебе попасть на небо Потому что, дружище, когда мы уйдем Тут все будет очень плохо Мы нашли пророчества во всей книге Откровения О вертолетах, ядерных бомбах, лучевых пушках России, Агога и Магога, Китая и тому подобное Мы во всем разобрались И мне кажется, у нас сейчас подобный период За последние два года И это не только христиане За последние два года Голливуд выпустил около дюжины фильмов о конце света Апокалипсические фильмы Действительно захвативающие И в воздухе царит апокалипсическая лихорадка Многие люди заглядывают в этот хрустальный шар Книги из серии «Оставленные» были в списке бестселлеров Нью-Йорк Таймс Были проданы миллионы и миллионы книг А почему мои книги так не продаются? Все они основаны на модели хрустального шара книги Откровения И как же хорошо они продаются Даже фильм сняли Я не видел, но он называется «Оставленные» И как мне говорили, это не самый лучший в мире фильм Но я читал, что Голливуд собирается сделать другую версию Его ремейк Там будет играть Николас Кэйдж «Оставленные» с Николасом Кэйджем Я надеюсь, они пригласят Алпачино на роль Антихриста Потому что у него получился бы классный Антихрист У него как бы на лбу написано «Антихрист» И это повсюду Люди только об этом и говорят Меня везде спрашивают о пророчествах и книге Откровения И тайных заговорах, которые связаны со всем, что касается конца света Это просто на подъеме сегодня И всюду в интернете только и говорят о тайных заговорах Иллюминаты вернулись, снова они в моде И меня спрашивают «Вы думаете, что Обама создаст и возглавит мировое правительство?» Вот один из заговоров ООН и Клинтоны Они создают мировое правительство И что он Антихрист И все это подтасовывают под книгу Откровения Тут отрывок, там отрывок и так далее В основном, все, кого вы ненавидите Являются теми злодеями, которые управляют миром И они будут Антихристами И это происходит повсюду И вот почему мы проводим сейчас эту серию Больше всего я переживаю за то, что в некоторых консервативных христианских кругах Эта навязчивая идея рассматривать книгу Откровения как хрустальный шар Влияет на отношения людей И мне кажется, что им больше нравится образ Иисуса в Откровении В их интерпретации как размахивающий мечом войн Чем Иисус Евангелий И они больше насаждают их понимание такого Иисуса в Откровении Чем Иисуса Евангелия У них такое злорадство, что все их враги получат по заслугам, когда Иисус вернется Он возвращается, и он гневается Вы видели эти наклейки на бамперах? Иисус возвращается, и он гневается И тому подобное «О, всем нашим врагам достанется, и их всех бросят в вагон, и все они будут гореть, и тот зверь всех их поглотит, и будет классно А мы будем наблюдать за этим с небес А ну, давай, сделай это» Но, друзья Это не отображает того Иисуса, которого мы находим в Новом Завете Поэтому эта серия очень и очень нужна, по моему мнению Я надеюсь, что это поможет нам читать Откровение так, как оно было предназначено И быть свободными от такого рассматривания сквозь хрустальный шар Быть свободными от той одержимости касательно будущего И надеюсь, что мы почувствуем прекрасное влияние этой чудесной книги Я заметил, что люди устают из-за этой апокалипсической лихорадки Так было со мной Я на протяжении 15 лет даже в руки не хотел брать книгу Откровения Я понял, насколько субъективными были наши толкования И насколько это было просто догадкой Меня потрясло, насколько это малозначительно И я задумался, почему Бог вдохновил книгу, которая в действительности будет четко понятна только в последние несколько лет истории Но тогда будет уже слишком поздно Зачем все это? Поэтому я держался подальше от книги Откровения И потом, примерно 20 лет назад, как раз, когда мы основали церковь Удлин-Хиллз, я наткнулся на некую теологическую литературу, которая предложила такой взгляд на Откровение, о котором я раньше и не слышал И эта книга ожила для меня И все больше и больше на протяжении всех этих лет Я начал понимать, почему эта книга написана Какой это тип книги, с которой мы имеем дело Ее жанр и ее основную вест И со мной произошло такое Эта книга, после буквального прочтения, может показаться страшной Но если вы понимаете ее так, как те теологи говорят, что ее нужно понимать, как она задумывалась То она становится вовсе не страшной, а прекрасной книгой обетований Когда вы читаете ее поверхностно и буквально, кажется, что она о будущем Но я надеюсь, мы осознаем, что эта книга о настоящем И хотя, с одной стороны, она выглядит устрашающе И Иисус кажется таким жестоким, при условии, что вы воспринимаете ее буквально То на самом деле эта книга выступает против жестокости И она предлагает прекрасное видение Бога И прекрасное видение Царства Небесного И прекрасный путь преодоления зла И это видение относится к нам прямо тут и прямо сейчас И мы молимся, чтобы именно это мы и подчеркнули из этой серии И вот почему мы назвали ее «Спасти откровение» Для меня книга «Откровение» перестала быть запутанной и неважной книгой Но стала очень глубокой книгой Потому что избавилась от прочтения, похожего на использование хрустального шара И поэтому мы стараемся спасти книгу «Откровение» от такого голливудского взгляда И читать ее так, как, по нашему мнению, она задумывалась, чтобы она действительно могла послужить нам тут и сейчас Вот что мы будем делать каждую неделю Очевидно, мы не сможем пройти всю книгу за пять недель Но мы будем брать главную тему, которая вплетена во всю книгу И таким образом мы раскроем эту книгу А сейчас, в оставшееся время этой проповеди, я хочу прочитать первые четыре стиха этой книги Потому что эти первые четыре стиха говорят очень многое о том, какую книгу мы читаем И какой настрой ума мы должны иметь, когда приступаем к ее чтению Я опять потерял свои очки И поэтому снова беру эти смешные очки для чтения Все такие залапанные Я постоянно все теряю Разве они не смешные? Итак Вот что тут говорится Первые четыре стиха Откровение Иисуса Христа Данное ему Богом для того, чтобы показать своим слугам, что должно вскоре произойти Он сообщил это откровение через своего ангела, своему слуге Иоанну И сейчас Иоанн, как свидетель, рассказывает обо всем, что он видел Это Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа А теперь остановимся здесь на минутку Обратите внимание Все, что видел Иоанн, было Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа Слово «и» на греческом «кай» можно перевести, и я считаю, его следует перевести как «даже» Не «и», а «даже» Это соединительное «кай» означает, что он говорит «Слово Божье, которое есть Иисус Христос» Свидетельство Иисуса Христа Итак, все, что Иоанн видел, было свидетельством Иисуса Христа И вся эта книга о свидетельстве Иисуса Христа Все в этой книге о свидетельстве Иисуса Христа Это очень отличается от восприятия этой книги как хрустального шара, через который можно видеть будущее Она об Иисусе Христе тут и сейчас Итак, продолжим Он говорит «Благословен тот, кто читает, и те, кто слышит эти пророческие слова и хранит их, потому что время уже близко» От Иоанна, семи церквям в провинции Азия Итак Он говорит, что это откровение от Иисуса Христа Слово «откровение» на греческом имеет такое значение, от которого мы получили слово «апокалипсис» «апокалипсис» И слово «апокалипсис» на греческом означает «раскрывать», «обнаруживать что-то», «показывать» Это уже нам показывает, насколько доминирующим есть такой тип мышления хрустального шара Потому что мы увидим, что значение слова «апокалипсис» совсем другое Его оригинальное значение — открытие, откровение Мы же используем слово «апокалипсис» как синоним слов «катастрофа» — «конец света» Мы говорим «это катастрофа апокалипсического масштаба», что значит «это выглядит как конец света» Но его первоначальное значение совершенно другое И это демонстрирует, насколько наш взгляд на вещи поменялся Эта книга не о кошмарном конце Это книга, которая показывает Иисуса Христа О чем Иоанн и говорит Вот что он видел Это было свидетельством Иисуса Христа Этим также определен и жанр этой книги Жанр — это вид литературы, с которым вы имеете дело И очень важно знать, какого типа книгу вы читаете Потому что это повлияет на ее толкование Вы не толкуете все типы литературы одинаково Апокалипсический жанр был таким жанром, который существовал с 200 года до нашей эры и до 200 года после нашей эры В этот период он был очень популярным Одна из его особенностей в том, что он характеризовался использованием драматических, иногда даже сюрреалистических символов Для обозначения исторических событий и духовных реалий Это был вид литературы, который намеревался через свои наглядные образы воздействовать на людей И мотивировать их жить определенным образом Подобно сюрреалистической поэзии Он очень наглядный Есть еще другие причины, почему они так писали Некоторые думают, что эта литература почти всегда подрывает установившуюся власть В книге Откровения мы увидим, что именно так и есть Это подрывает Рим И некоторые предполагают, что Одной из причин, почему употребляли такие символы, в том, что аудитория Еврейская христианская аудитория Понимала те символы, а римляне нет Таким образом, это был их способ передачи послания, которое власти при конфискации не могли понять И поэтому не могли преследовать людей на этом основании Но даже несмотря на это Образы наглядны и сильны С намерением воздействовать на вас Изменить вас Вернард Эллер написал книгу Самую лучшую, популярную книгу об Откровении, которую я знаю Она называется «Наиболее разоблачающая книга в Библии» Вернард Эллер Если бы я рекомендовал какую-то книгу об Откровении, то именно эту И он сравнивает книгу Откровения со знаменитой картиной Пикассо Герника Герника была городом, разбомбленным и опустошенным нацистами в 1937 году И вот эта картина Пикассо описывает историческое событие И как апокалипсическая литература, это историческое полотно передает историческое событие Но не буквальным образом Вы полностью не поймете суд картины, если спросите «А как зовут вон того человека на земле?» «А он не родственник вон того человека?» «А сколько ему лет, по-вашему?» «А действительно ли жители Герники так выглядели?» «Они, вероятно, жили прямо возле ядерной электростанции, потому что они какие-то деформированные» «А это в результате бомбардировки они все такие покалеченные» «Ох, какая бедная лошадь!» «А как ее кличка?» Мы упустим смысл, если начнем спрашивать и пытаться получить какую-то буквальную информацию из этой картины Чтобы понять эту картину и понять апокалипсическую литературу, вы должны прекратить анализировать их буквально И просто позволить влиять на вас Позволить этим образом всем вместе создать что-то в вашем сердце И когда вы это сделаете, то увидите, что эта картина, по крайней мере, многим людям, передает то, что буквальный снимок никогда не сможет Она запечатлела ужас того события Жуткое измерение того события Возможно, даже дьяволское измерение того события Его боль Его зло В наше время люди гораздо больше склонны любить буквализм, чем любая культура, существовавшая раньше нас Мы просто любим буквализм Люди спрашивают, «Зачем тебе быть таким завуалированным? Почему не сказать все прямо?» По крайней мере, скажи все буквально «Пикассо, зачем тебе быть таким непонятным?» Ответ такой Небуквальным способом можно выразить смысл намного глубже, чем если выразить его буквально Моментальный снимок может показать вам действительную сцену того, как город выглядел после бомбардировки И если вы именно этого ищете, хорошо, этот снимок вам ее покажет Но такой снимок не запечатлеет вам ужас этой бомбардировки Поэтому Пикассо тут использует свой экспрессионистический стиль, раскрывая то измерение, которое иначе ускользнуло бы от вашего взгляда То же самое с апокалипсической литературой Она не предназначается для буквального анализа И если вы подойдете к ней с буквальным типом мышления, то вы упустите всю главную идею Она предназначена для того, чтобы воздействовать на наши сердца И посредством этого изменить нас и мотивировать нас двигаться в ином направлении А чтобы сделать это, мы должны просто позволить ей проговорить к нам через эти драматические символы Нужно это почувствовать И поэтому мы находим такие слова Иоанна Благословен тот, кто читает вслух Слова этого свидетельства И те, кто слышит Обратите внимание на то, что Иоанн предполагает, что это письмо по большей части будут слушать В древнем мире большинство людей не умело читать А как читалась книга? Кто-то ее вам читал? Мы знаем, что когда ранняя церковь собиралась вместе, и это нам необходимо представить, когда читаем эту книгу Они собирались вместе в домашней церкви, человек эдак 20-30 Один человек читает вслух за один присест, а другие слушают И смотрите, у вас совершенно другое впечатление от книги Откровения, если ее слушаете за один присест, без остановки, все за один раз Вы получаете другое представление, если таким образом это делаете, а не проводите микроанализ Выбирайте какую-то часть стих со стихом, и при этом следите за последними событиями Замысл Иоанна был в том, чтобы мы слушали ее первым способом, а не использовали ее вторым Это как музыкальное произведение Как произведение для оркестра Вы его слушаете, и вы его слушаете до конца И именно вся композиция влияет на вас, ее взаимоотношения между частями И все это вместе производит на вас впечатление Но если вы будете прерывать это произведение каждую вторую секунду, чтобы проанализировать каждую ноту Тогда вы не получите никакого впечатления от музыкального произведения в целом Вы просто рассекаете его на части, а не ощущаете его То же самое и с книгой Откровения Она написана для того, чтобы ощутить ее, а не разбирать критически Но теперь нам иногда необходимо, в действительности нам часто придется останавливаться и анализировать те образы, которые Иоанн использует Потому что он использует те образы, которые знакомы людям той эпохи Они их знают, а мы нет То, что очевидно для них, не очевидно для нас И поэтому нам придется останавливаться и оценивать их Но мы это будем делать, мы будем оценивать эти символы Не сопоставляя их с нашим временем, но сопоставляя с тем временем Потому что вопрос в том, как они их понимали И мы обнаружим, что эти символы обретают глубокое значение И они перестают быть догадкой, если мы их расположим в том времени Вместо попытки привязать их к нашему времени Если мы будем оценивать эти символы, читая сегодняшнюю газету Или слушая новости, пытаясь связать одно с другим То мы полностью упустим ту суд, которую хотел передать Иоанн И это все относится к последнему пункту Он говорит, что пишет семи церквям провинции Малой Азии Это первоначальная аудитория, к которой обращается Иоанн Это церкви, которые курировал Иоанн И поэтому он думает о них, когда пишет все это Это реальные люди в реальных церквях в реальном месте Он не обращается к людям 21-го столетия Он пишет реальным людям И поэтому наша задача — попробовать войти в их тип мышления Чтобы понять эту книгу так, как они бы ее понимали И оценить те образы так, как они бы их оценили Смотрите, если бы откровение было в действительности богодухновенной криптограммой, которую люди 21-го столетия должны были расшифровать Тогда это послание ничего не могло значить для тех людей первого столетия В действительности, я только что об этом говорил Что эта книга ни для кого бы ничего особенного не означала, пока бы не настали последние семь лет мировой истории И тогда было бы уже поздно Но Иоанн передает то, что он хочет, чтобы его аудитория поняла Так это с каждой книгой Библии Ее основное значение такое, какое она имела для изначальной аудитории Меня удивляет, что те люди, которые понимают это и применяют этот принцип ко всем другим книгам в Библии Вдруг забывают все, когда дело доходит от книги Откровения И они всегда рассматривают ее по отношению к тому, что она значит для нас в свете последних событий Конечно, эта книга также применима и к нам, как и все остальные книги Библии Они применимы к нам, а также применимы ко всем людям во все времена Но прежде чем мы сможем применить их правильно, нам нужно знать их значение Вы не можете применить их, если не знаете их значение А чтобы узнать их значение, нам нужно попасть в головы тех людей и вернуться в первое столетие Итак, мы говорим о событиях, которые произошли в первом столетии И вот почему Иоанн говорит, и вы, наверное, заметили это Вначале он говорит, чтобы показать своим слугам, что должно вскоре произойти А потом в стихе третьем Потому что время уже близко А потом он заканчивает книгу словами И Господь Бог святых пророков послал ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре На протяжении этой книги мы находим такое, что все необходимо делать быстро Потому что настал час И нам нужно понять слова «вскоре» и «близко» так, как они понимали их И когда они слышали слова «вскоре» и «близко» и «поступай быстро» Они же не думали, а, это через две тысячи лет Нет, они думали, это же сейчас, тут Если бы они считали, что это должно произойти через две-две с половиной тысячи лет То они бы не были мотивированы к быстрым поступкам Причина, почему они были мотивированы на быстрые поступки в том, что им объяснили, что все это происходит тут и сейчас Это произойдет завтра Поэтому события, которые нам нужно прочувствовать, чтобы понять эту книгу, не есть событиями нашего времени Это не Обама и не Европейский Союз и не что-то другое, нет Нам нужно посмотреть на те события, которые происходили в первом столетии И соотнести их с символами в книге И когда мы так сделаем, то увидим, как прояснится эта книга И как проявится то значение, которое в ином случае было бы скрыто А потом мы сможем применить его к нашей жизни А оно применяется прекрасно и чудесно Итак, заканчивая, хочу сказать две вещи о том, как нам подходить к этой книге Которые я считаю очень важными, просто как напоминание Первое Нам во всей Библии говорят, в Ветхом и Новом Завете И постоянно повторяют, доверьте Богу свое будущее Доверяйте Богу В действительности это есть суд веры, доверие, доверие И нам постоянно говорят, что если мы доверим Богу наше будущее, то все будет хорошо А если мы не будем доверять Богу, если возьмем будущее в наши собственные руки, то все пойдет нехорошо Это постоянно повторяется во всех библейских рассказах Иисус вот как об этом сказал Не заботьтесь, как те язычники о завтрашнем дне Не заботьтесь о том, что вам одет, об одежде и обо всем том, что язычники ищут Ибо Отец ваш Небесный знает вашу нужду Поэтому не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо вы не можете себе и дня добавить к вашей жизни заботясь об этом Но будьте как лилии в поле и птицы в небе Тут есть какая-то беззаботность Мы должны иметь такую уверенность в Боге, которая делает нас беззаботными Чтобы не быть одержимыми будущим и не пытаться все контролировать Это одна из причин, почему гадание очень сильно осуждается Библией Гадание — это когда люди пытаются получить божественное знание о будущем Вы пытаетесь предсказать будущее И в древнем мире это была распространенная практика, особенно в Древней Греции Они вопрошали оракулов обо всем, они пытались предсказать будущее И причина, почему они так поступали, в том, что они хотели получить преимущество Если вы можете получить представление о видении богов на будущее, тогда вы сможете и свою жизнь, соответственно, подправить Вы получаете больший контроль, ведь знание — это власть А получить знание будущего, значит получить власть над будущим, и вы лучше сможете управлять своей судьбой Причина, почему Библия осуждает все это Частично потому, что вы заигрываете с духовным миром таким способом, каким Бог запрещает Вы за рамками Его периметра, и всегда опасно так поступать Но вторая причина в том, что это демонстрирует фундаментальное недоверие Богу Вы пытаетесь получить Его видение, или то, что вы думаете, есть Его видение будущего Чтобы получить больший контроль над своей жизнью, что противоположно тому, что Иисус говорит нам делать Это противоречит беззаботному отношению Я также считаю, что это ошибочно, потому что гадание предполагает, что существует окончательно определенное будущее, в котором все факты уже решены, а это не совсем правильно по многим причинам Но это уже другая проповедь, и мы к ней когда-то вернемся Итак, вот в чем суд Те люди, которые пропагандируют такой подход хрустального шара к книге Откровения, чистосердечны и набожны, и Бог понимает их Может, это все, что они знают, и мы это оставляем Богу Но истина в том, что цель здесь такая же, как и у гаданий Мы пытаемся получить секрет будущего Пытаемся получить преимущество Это дает нам власть Когда я занимался этим, когда только-только стал христианином, мы были наподобие клуба, который знал факты Мы не собирались быть такими, как другие глупцы этого мира, которые купились на Антихриста и тому подобное Нет, зная факты и что происходит, мы теперь до некоторой степени были способны контролировать свою судьбу И это было особое чувство Мы особо не люди, которые имеют секретное знание И это стимулируется страхом перед будущим и желанием ухватиться за что-то, когда в действительности Бог говорит нам, иметь противоположный тип мышления Вместо попыток пристально рассмотреть что-то в хрустальном шаре, мы должны доверять Богу во всем Бог сказал, что в конце Он победит И мы можем просто довериться Ему в этом И продолжать жить Бог сказал, что Он может из зла произвести добро, и мы можем Ему довериться в этом и продолжать жить Бог знает то время, когда все нужно закончить, и мы можем Ему довериться в этом Бог знает, как лучше всего закончить это, и мы можем довериться Ему Бог обещал, что Иисус вернется и установит свое вечное царство И мы можем Ему довериться в этом И этого должно быть достаточно Не пытайтесь узнать детали и выяснить факты о том, кто есть кто Это подобно попыткам вернуть некоторый контроль себе Нет, мы должны быть как птицы и лилии и просто довериться нашему Аво-Отцу и жить сегодняшним днём. И это ведёт к моему второму пункту. Наша задача, как учеников Иисуса, не выяснять будущее. Наша задача — быть страстными учениками сегодня. Бог не есть Богом прошлого или Богом будущего. Он — Великий Я Езму, который всегда в настоящем. Так как прошлое прошло, а будущее ещё не наступило, то единственная реальность — это настоящее, а Бог есть Богом реальности. Он — Бог тут, и Он — Бог нынешнего. А если мы одержимы прошлым или одержимы будущим, то упускаем то, что Бог делает настоящим, а это единственное, что важно. Наш фокус должен быть направлен на сегодня. Прямо сейчас Бог любит нас вечной любовью. И прямо сейчас мы должны это принять. Вот что важно. Прямо сейчас Бог хочет, чтобы мы возрастали как ученики. И нам нужно сотрудничать с Ним. Вот что важно. Прямо тут и прямо сейчас Бог хочет действовать через нас, чтобы влиять на людей и расширять Его Царство. Вот что важно. Прямо сейчас Бог хочет, чтобы мы оставили свой привычный круг жизни и полюбили чудным образом других людей. Но если мы не в настоящем, то не услышим Его призыв. Если мы размышляем о будущем или прошлом, мы упустим это. Прямо сейчас Бог хочет использовать нас. Прямо сейчас Бог призывает нас простить людей. Прямо сейчас есть враги, которых нам нужно полюбить. Прямо сейчас есть голодные, и Бог хочет, чтобы мы их накормили. Прямо сейчас есть бездомные, и Бог хочет, чтобы мы им дали приют. Прямо сейчас есть люди, которым необходима забота, и Бог призывает нас проявить к ним эту заботу. Прямо сейчас вокруг нас есть такая красота, за которую мы должны быть благодарны. Прямо сейчас вокруг нас есть зло, которому мы должны противиться. Прямо сейчас есть много чего, что нужно сделать. В то время, когда есть голодные рядом, христиане слишком заняты, потому что смотрят в хрустальный шар, чтобы рассмотреть в нем свое собственное будущее и узнать, что Бог о нем думает. Нет, важно настоящее, то, что происходит сейчас, жизнь, которая протекает сейчас. Бог в настоящем, и нам следует быть в настоящем. На этом мы должны сфокусироваться, друзья. Наша цель — быть преданными, страстными, горящими учениками здесь и сейчас, и во всем остальном доверять Богу. Все будет хорошо. И даже если вы умрете, ну и что? Вы же знали, что так будет. Так что это для вас не сюрприз. Это же подобно птичкам. Птички умирают, и на лилии наступают, но они не заботятся об этом. Вот в чем суд. Мы можем не заботиться об этом. И поэтому я призываю нас оставаться свободными от этой одержимости, которая сейчас многих уже захватила в нашей культуре. Они пытаются все разузнать. А кто это? А кто антихрист? А кто этот сверх? Будьте свободны от этого. Знайте, что важное всегда находится прямо здесь и прямо сейчас. И если мы будем правильно читать книгу Откровения, а это цель всей нашей серии, и освободим ее от такого мышления хрустального шара, тогда мы увидим, что эта книга очень мощное средство, которое поможет нам идти против течения и быть страстными и преданными учениками здесь и сейчас. Вот в чем все дело. Хорошо, встаньте, пожалуйста. Я хочу закончить молитвой. И в это время я хочу попросить молитвенные группы подняться сюда. И если у вас сегодня утром есть какие-то нужды, за которые нужно помолиться, пожалуйста, выйдите вперед. Поговорите с этими людьми. Они с удовольствием помолятся с вами, а все, чем вы делитесь, останется в полной тайне. Можете об этом не беспокоиться. Но здорово получить молитвенную поддержку в том, в чем вы нуждаетесь. Итак, после того, как мы разойдемся отсюда, я молюсь, чтобы Дух Божий напомнил нам о том, чтобы жить настоящим, увидеть то, что Бог делает настоящим, увидеть нужды вокруг нас, остаться свободными от всех этих теорий тайного заговора и одержимости вопросами, но иметь огромное доверие нашему Аво-Отцу, который обещает нам, что все будет хорошо, если мы доверимся Ему и будем жить в беззаботной радости, проявляя Его любовь ко всем людям во всякое время и во всяком месте. Во имя Иисуса! И все люди Божьего Царства сказали, Аминь! Да благословит вас Бог, друзья! Идите и любите мир! Аминь! 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 Продолжение следует...